В эфире Народное славянское радио. Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В виртуальной студии Алексей Орлов и Дмитрий Белоусов. Здравия тебе, Дмитрий! Добрый день, Алексей! Сегодня, напоминаю, у нас по одному из современных календарей 15 марта 2018 года, четверг, по одному из старинных 14 день месяца пробуждения природы, 7526 лета, третейник. Наш эфир будет посвящен теме «Киевская Русь и Киев IX века. Миф». Вот почему это миф, нам, наверное, расскажет Дмитрий. Причем не просто расскажет, а, наверное, еще будет ссылаться на исторические материалы и на свое литературное произведение, которое, насколько я понимаю, очень даже быстро стало бестселлером и разошлось. А когда у нас человек, который и сказитель, и автор в одном лице в эфире, я так предполагаю, что эфир будет очень добрый и интересный. Пожалуйста, Дмитрий, передаю микрофон. Можешь рассказать про свою работу для того, чтобы люди поняли, наши слушатели и зрители, о чем идет речь, и потом уже переходи к самой теме. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Книга писалась много-много лет, больше десяти. Называется она «Хозяева Великой Евразийской империи». В прошлом году вышел ее полноценный второй тираж. Полноценный, потому что первый был очень небольшой, разошелся по предварительным заказам. А тут издательство «Концептуал» выпустило большой тираж. Ну, по нынешним меркам большой. И вот на удивление и издательства, и недоброжелателей, тираж разлетелся за два месяца. Издательство срочно выпускало двойной дополнительный тираж. Там, кроме озвученной темы о древней истории славян и русов, есть и отдельные главы по фальсификациям, по немецко-романовской фальсификации. И достаточно много упоминается о той тематике, которая сегодня у нас в эфире. О мифе под названием «Киевская Русь» и «Киев IX века». Соответственно, я готов на фактах, на наглядных фактах, их простых, несложных, доказать, что все это ложь, что все это придумано, переворано и сделано достаточно специально. Вот так аннотация нашего сегодняшнего повествования. Алексей. Замечательно. Но теперь уже можно приступать к самой теме. Я отхожу в стороночку и буду слушать и наблюдать. Если понадоблюсь, я, как всегда, рядом. Значит, давайте, уважаемые слушатели, для начала я еще раз напомню несколько уже, наверное, известных истин о том, что та сегодняшняя история, которую вы изучали в школах, в институтах, по которой сняты тысячи фильмов, книжек написанных всевозможных, художественных, псевдоисторических, художественно-исторических, значит, эта вся история была написана в конце 17-го, начале 18-го века. Писали ее немцы, четыре немца, знаменитых немца, да, они, значит, на сегодняшний момент, скажем так, достаточно известные, да, Байер, Шлецер, Миллер и Гизель. Значит, по именно этой вот немецко-романовской истории ключевое звено, одно из того, что они придумали, это Киевская Русь. Для того, чтобы вам, скажем так, втянуться в тему, да, давайте начнем просто с названия, только для затравки, да. Вот если слова Киевская Русь никого вот так вот не смущают, да, давайте я приведу парочку аналогичных названий. Римская Италия, Парижская Франция, Берлинская Германия. Дико звучит, согласитесь. Почему же вы соглашаетесь со словом Киевская Русь? Да, была просто Русь, Гордарика. Немцы притащили слово Киевское, притащили совершенно специально, потому что им нужно было выделить на Киев, а заодно уничтожив все остальное. Ведь очень многие задавались вопросом, и сейчас, в наше время, и раньше, в 19 веке, в 18-м были же честные люди, достаточно много. Я напомню о том, что и Ломоносов, и первый русский историк Татичев категорически были против этой немецко-романовской истории, за что, кстати, поплатились очень сильно. И от чего хотели немцы уйти? Во-первых, немцы рушили неразрывную связь русичей, славян с Великой Империей, которая существовала на Евразийской империи. Да, она принимала разные формы, в зависимости от тех племен, которые, выражаясь языком Гумилева, были пассионариями, пассионариями, да, то есть вели за собой, да, значит, это раз. Во-вторых, резко обрубалась древняя история славян. Ну, согласитесь, да, вот 9 век, неизвестно откуда взялась эта Киевская Русь, а что было до 9 века у немцев? Да не было ничего, да. Ну, вранье, чистой воды вранье. И, кроме того, этот миф убивал еще несколько одновременно зайцев, как говорится, во-первых, миф о Киевской Руси уничтожал всю память о славянах Балтики, о славянах Южной Балтики, если быть абсолютно точно, об их государственности, об их князьях, о том, что эти славяне Южной Балтики были уничтожены крестовым походом, крестовым походом Запада, о чем сейчас, ну, скажем так, сильно стараются молчать. Обычно крестовый поход против славян, с полным уничтожением славян. И больше славяне там не живут. Значит, этот миф уничтожал старые данные о Дунайской Руси, которая тоже вживает жубовный скрежет у сторонников немецко-романовской истории, и о русском Каганате на Дону, который тоже был. Вот таким одним ударом и все сразу, да? Я напомню, что по официозу, по официальной мифы истории, значит, вот образовалась такая Киевская Русь во главе с городом Киевом, значит, столицей, который был. Значит, по моим данным, Киев не только не был столицей Киевской Руси, его как город, я подчеркиваю, как город, не было в IX веке вообще. Он был основан намного позже. Чтобы понять, значит, вот такие основные методики, давайте отвечу, сам себе задам вопрос и сам себе отвечу. Жили ли славяне на берегах Днепра в VIII-IX веке? Конечно, жили. Была ли Киевская земля как таковая? Да, была. Были ли элементы государственности на берегах Днепра? Да, были. Были ли князья или, говоря правильно, каганы у днепровских славян в IX веке? Да, были. Был ли основан Киев как город в IX веке? Нет, это немецкая ложь. Было ли поселение на месте Киева в IX веке? Да, было очень небольшое. Там было таких две небольших части и монастырь. Был ли Киев столицей Киевской земли? Нет, не было. Была ли единая Киевская Русь? Нет. Гордарика – страна городов. Это тоже немецкие сказки. Значит, а теперь давайте разберем подробно. Да, значит, понятно, что в XVIII-XIX веке немцы и их последователи приложили массу усилий, чтобы вбить во все учебники, во все программы учебные вот этот мир, да? Но давайте мы будем основываться не на вот этих фантазиях, а на тех фактов, пусть их и достаточно мало, у нас мало сохранилось, да? Зато они есть у арабов, зато они есть в византии, в византийских данных, да, и суммируя вот это все, да, в скандинавских данных, кстати, тоже есть. Вот, значит, можно понять, где, что и когда был. И начнем мы с города Киева. Собственно говоря, как таковом, да? Да, потому что если выдержать город Киев, то все остальное рассыпается. Значит, и выясняется, что однозначно точных данных нет, да, потому что данные противоречат друг другу, я об этом сейчас коснусь. Вот, есть четыре легенды, точнее, три плюс одна. Три очень одинаковых, это обоснование города Киева тремя братьями, Кы, Чах и Хариф, да, и сестра у них там есть, да, соответственно, вот эти три состава братьев, они меняются, значит, и четвертая легенда о Киев-перевозе. Все, больше нет, в принципе, ничего. Теперь вот так вот кратенько рассмотрим, вот три состава братьев есть. Первый – это 430-й год, но если мы будем читать внимательно, то обнаружим, что город Киев или город Киев, как правильно написано в летописях, да, был основан тремя братьями на Дунае у устья реки Морава. Этот город существует до сих пор, он сейчас в Венгрии, и называется он у венгров Керия, да, то есть как-то вот к Днепровским берегам, ну, совсем никак. Да? Вторая легенда, она поближе к официозу. 854-й год, три брата, Киев, Щек и Хариф, вместе с сестрой Лебедью поставили малый городочек Киевец. И третий – 982-й год, да, опять же три брата, Киев, Щек и Хариф, и опять же сестра пришли от Великого Новограда на реку Днепр, Днепр, да, и стали землю пахать. Все, да, причем очень четко по братьям написано, там нет городов, там начать землю пахать и славно жить. Все, дальше тут нет города принципиально, как бы, да, ну, люди стали жить. Кстати, по археологическим раскопкам, там действительно, как бы, периодически жили люди на Днепровских холмах, это доказано только вот между различными вот такими слоями, культурами, как говорится, да, там очень часто встречаются слои нетронутой глины. И поэтому, когда говорят, что там в таких-то времен мы нашли то-то, да, нашли, только потом ничего не было, потом снова было, потом снова ничего не было, да, то есть не было такого постоянного города, как бы, да. И сразу закончу по всем легендам, устному творчеству и так далее, про Киев-перевоз. Да, действительно, вот четвертое, последнее, да, был Киев-перевоз, а это вот по Днепру поставили лодочки, положили доски, такой типа понтонного моста, выражаясь современным языком, Киев-перевоз действительно существовал, карта даже есть, только вот карта 17 века, причем самый-самый конец 17 века, 1695 год. Вот, и все, да, то есть если отбрасывать вот это все, то получается, что вроде Киев-то никто и не основывал. Ну, пришли три брата, да, поставили поселение и ничего больше, да, значит, то есть, ну, просто тупо как бы нет. Вот, теперь, значит, я хотел бы обратить ваше внимание на две другие вещи. Первое. У нас много русских народных былин. Многие их читали, многие как-то эти былины в памяти еще держат, да, но человеческая память, она такая вещь избирательная, и даже читая одни и те же строчки, вы могли не заметить достаточно такие простые вещи, да. Давайте я напомню одну известную былину Илья Муровец и Соловей-разбойник, которые все в детстве читали, да, значит, знаменитая такая, а там, между прочим, есть четко указанное расстояние. И когда приехал Илья Муровец до города Чернигово, да, и спрашивает, вот вспоминайте, да, с чему вас в детстве учили, да, далеко ли до Киева-то ехать, ему отвечают, что про моей же дороженькой 500 верст, а окольной дорожечки около тысячи. Русская верста – это чуть больше километра, если точно, тысяча 0,66, да, то есть 500 верст по прямой – это 533 километра. На сегодня по любой географической карте вы измерите расстояние Чернигов-Киев, там 144, понимаете, вот всего лишь, да, а 533 – это как раз до Дуная, до той самой устье реки моралы, вот то, что мы читали в летописях про 430-й год. Дальше, читаем другие былины, у нас же много былин, да, и интересных былин, и вот там оказывается, что Киев-столица, подчеркиваю, Киев-столица, в этих былинах стоит на Дуная, Дуная течет под Киевом. Есть такая знаменитая былина про Дюка Степаныча, да, она очень сильно цензурой покорежена, там больше 800 четверостишей, так вот очень часто у нас даже не 300, не 200, 200 печатают, а иногда вообще эту былину стараются исключать с круга былин, да, значит, и там бояре задают, как бы, вопрос князю Владимиру, да, сколько ехать от города-то, Дюка, и выясняется, что ехать от 3 до 6 месяцев, да, а едет он, между прочим, ну, по моим данным, с юга Балтийского моря, значит, по официальной мифа истории, он едет из Галиции из Волыни, как бы, да, вы вдумайтесь, от 3 до 6 месяцев на коне, да, вот, причем 3 месяца это, меняя, как бы, коней, не останавливаясь, а 6 месяцев с ночевкой, вот так вот, да, извините, но вот от Галиции по официальной мифа истории до Киева, вот там рукой подать, посмотрите на карту, а посмотрим другие русские былины, так там вообще написано, что, значит, Дунай в этих былинах проистекает от крови убитого под Киевом богатыря Дуная, или рус, бах, там впадает в Дунай, да, значит, а араб Идриси, это такой знаменитый картограф 11 века, вообще пишет про русов, живущих рядом со страной Ункара, это Венгрия нынче, да, а венгерские документы 11 века, даже называют имри святого, это их герцог, как бы, да, герцогом русов, понимаете, это та самая Дунайская Русь 4-го, 5-го, 6-го веков, вот такая вот вещь, да, значит, достаточно интересная, дальше, никто никогда почему-то не задается вопросом, когда вот слушают вот эту официальную мифо-историю, там русские князья перенесли свою столицу с севера и с Новгорода в Киев, а зачем? Вот такой, знаете, простой и логический вопрос, а зачем? И вот тут любые историки, с кем я спорил, начинают мяться, вилять, ерзать, тупить глазки и все, понимаете, потому что ответа-то нет, вот зачем переносить столицу, ну была она немного в Старой Ладоге, потом в Новгороде, зачем ее переносить в Киев, выдуманный волшебный Киев, зачем? И если прижать господ профессоров и кандидатов к холодной стенке, реальный факт, один единственный, значит, который они могут привести хоть как-то в качестве оправдания, хоть как-то я подчеркиваю, да, это потому что скудное земледелие севера Руси не могло прокормить все более и более увеличивающиеся населения. Мол, урожайность низкая, и поэтому князь вот вместе с дружинами и ушел, да. Так вот, это ложь, это очень большая ложь. Для этого нужно понимать несколько цифр, какой урожай снимали на вот этом благодатном Киевском юге, да, Донбасс, значит, шикарный чернозем украинский и так далее. Так вот, урожайность не превышала сам 10, сам 15. Я расшифрую этот термин, то есть, если вы на одно зерно получаете 10 осенью. Одно посадили, 10 получили. Есть очень знаменитые исследования, великорусский пахарь, значит, оно старое, еще царское, как бы, вот оно у нас переиздано, да. Так вот, 10 – это был вот минимум, а обычно колебалось от 10 до 15. Все, да. Да, действительно, например, в нашей Воронежской области там было те же 10, да, иногда даже меньше и так далее. Значит, но здесь есть такая очень интересная вещь, значит, как считать цифры теперь на севере. Если смотреть вот так тупо в лоб, не думая, ну, или специально фальсифицирую, да, то вот обычная наша сегодняшняя урожайность – это сам 4, сам 5. И на основании этого наши горе-историки начинают говорить, ну, видите, вот тут было там 10-15, а здесь 4-5, да, больше же, вот они и переехали. Это вранье. Значит, дело все в том, что в те времена на Руси было подсечено огневое земледелие. Это просто деревья подрубались, да, потом они валились и сжигались, и сев осуществлялся без пахоты прямо в залу. Так вот, если вот такая технология была, то урожайность доходила до сам 50, а иногда в каких-то там долинках и так далее даже до сам 90. То есть нас сейчас пытаются убедить в том, что имея урожайность сам 50, сам 90, да, значит, народ сбежал туда, где урожайность была в 10 раз меньше. Ну, смешно, понимаете? Ну, просто смешно, ну, не бывает такого. Значит, вот так как бы по двум основным аргументам, которые приводит официоз. А теперь давайте перейдем, собственно говоря, к исследованию, чтобы быть уже вот до конца разобраться. Дело в том, что вот любой город, который есть на Руси, древний город, можно классифицировать, идентифицировать по критериям. А я вам предлагаю следующие критерии. Это полный обзор. Значит, первое по оборонительным сооружениям, второе по летописям, третье по зданиям и церквям, четвертое по монетам и кладам, пятое по жителям, шестое по всяким там смежным фактам дополнительным, ну и, наконец, обычная человеческая логика и необходимость оснований. Семь групп критериев. Итого, если мы сейчас рассмотрим наличие города Киева по этим семи критериям, вы сами наглядно увидите, был Киев или нет. Даже без относительно того, что сейчас вы только что услышали и по былинам, и по летописям. Итак, поехали. Первое. Первый критерий – оборонительные сооружения. Что это такое? Это крепость. Крепость, остатки крепости и так далее. Все древнерусские города, они одинаковые. Посмотрите на план Ярославля, Смоленска, Москвы. Вот все, что есть, да, Новгорода. Любой древнерусский город имеет Кремль. Ну, раньше он назывался детинцем. Любой русский город всегда. В Ладоге, смотрите, есть? Есть. В Новгороде есть? Есть. В Пскове есть? Есть. В Ярославле есть? Есть. Везде есть детинец. То есть, вот у всех городов вот этих вот веков всегда есть детинец, каменный детинец. В Киеве никогда не было Кремля, то есть детинца. Город никогда не имел каменных стен. Вот никогда. Об этом не заикаются даже самые брехливые историки. Никогда. Единственное, что было у Киева в 17 веке, город был огружен дубовой оградой. Согласитесь, ну вот никак не катит, да? Это 17 век, подчеркиваю, да? То есть, вот получается что? Что либо Киев город не русский, либо такого города просто не было. Ну, нет детинцев, нет крепости. Банально и тупо, да? Дальше перейдем к упоминанию в летописях. Летописей, с одной стороны, много, с другой стороны, очень мало. Есть наши русские летописи, есть арабские летописи, есть скандинавские всевозможные там, да? Есть балканские, есть соседние византии-арамейские. Вот такие пять групп. Понятно, что летописи множество раз редактировали в зависимости от государя, князя и так далее. Русских источников, вот начнем с них, да? Всего три. Вообще всего три. Романовы постарались очень хорошо. Все остальное уничтожено. Самое известное – это суперразлекромированная повесть временных лет. Она в трех списках. Раззивиловская, Лаврентьевская и Патевская. Значит, давайте вот для начала скажем правду. Повесть временных лет – это копии на временные копии, на фантазии. Вот так вот, изначально и правильно. Значит, с повесть временных лет была написана в XII веке. Там в ее начале указан монах, монах Сильвестр, который ее писал. Значит, она не сохранилась. На то, что он написал, были сделаны художественные, подчеркиваю, художественные копии, да? Значит, такие компиляции. А на эти компиляции, причем спустя два века, как бы, да? А на эти компиляции сделаны еще и копии. Вот это как раз те века, когда делалась фальсификация. XVII-XVIII века. То есть, подчеркну еще раз, мы имеем копии XVII-XVIII века на художественные копии XIV-XV веков, собственно, летописного свода, который был написан спустя 200 лет после событий, минимум 200 лет. Вот даже если мы не будем брать копии, но представьте, вы все учились в институтах, да? Вот вам сейчас, не трогая никакой литературы, нужно написать историю войны 1812 года. Как раз 200 лет прошло. У вас нет ничего. Только людей можно спрашивать. И что вы напишете? Ну, смешно же просто, да? Да. При этом, например, одна из этих трех списков повести временных лет, конкретно Кенигсбергская, это наушно доказанная, это грубая подделка, она стилизованная под старину. Там подчистки, вклейки, изъятие страниц, смысловые разрывы и так далее. Понятно, что исходник был. Вопрос, насколько его спальсифицировали. И, кстати, только в ней есть лист о призвании варяга. Больше его нет нигде. Ну вот, мы прошлись по первой русской летописи. Дальше есть, что есть? Значит, новгородские летописи. Их две. Первая новгородская летописи старшего извода и младшего извода. Там ничего нет. При этом я вот сейчас вернусь к ПВЛ, поесть и временный хлеб. Там действительно есть маленькая надпись, что два боярина Рюрика пошли в Царьград и обнаружили на Днепре город Киев от 6370 года, то есть это 862 год. Отчего радостно теперь все вопят, что Киев в 862 году и основан. Я просто перевел из 6370 по современному лету и числению. Но никто не говорит, что в той же повести временных лет, только спустя 175 лет, сообщается о закладке города Киева. Звучит это так. В лето 6545, то есть это 1037 год, заложи Ярославль Град. У Града того суть врата золотые, заложи же и церковь Святые Софии. Вот в одной летописи по одному граду два разных, ничего. И верстное возвращаемся к новгородской летописи. Там Киева нет. Причем вообще. В принципе нет. Причем в ней перечислены все русские города. То есть там есть Новгород, Ростов, Полоск, Белоозеро. Но слова Киев там нет. Причем там всяких разных транскрипций нет. То есть на дату написания вот этих летописей, значит, это XI век, города Киева не было. Просто тупо не было. Значит, дальше. Дальше посмотрим. Это мы закончили русские летописи. Да, давайте посмотрим, что есть по иностранным. Значит, все время ссылаются, что арабы писали о богатом торговом городе Куябе. Да, Куяб. Да, писали. Знаете, как писали? И прибыл я в город страны, который называется Куяб. А в нем тысячи магребинцев по виду тюрков, говорящих на тюркском языке. Я устроил этим мусульманам пятничное моление. Это было сочинение Абу Хамид Аб-Аль-Рахима. Вот скажите, какое отношение мусульманский Куяб имеет к славянскому Киеву? Что, в Киеве обитали тюрки магометане? Ну вот опять не бьется, да? То есть какой-то там среднеазиатский Куяб, как бы, да, там мусульман, пожалуйста. И, кстати, арабский историк X века утверждал, что основатель Киева носил имя Куя и родом был из Хорезма. Хорезм известно где, да? Вот так вот, да? То есть в этих летописях нету никаких привязок ни к Днепру, ни к основанию Киева. Вот таких однозначных, как бы, да? Еще раз пару слов о, значит, летописях. Есть множество скандинавских всяких там источников, да? Рунические надписи, скальдические стихи, королевские саги, да? Слова Киева нет нигде. Вот вообще. Понятно, что он должен звучать по-скандинавски. По-скандинавски он звучит там Каэнди Гор, да? Ну так, в моей такой, не очень правильной скандинавской транскрипции, да? Значит, так вот, нет там этого, да? Описание земель киевских есть. Вот это, пожалуйста. Земли киевские есть. Они упоминаются. А город киевский скандинавов не упоминается. Вот вообще никак. Перечень, да. Балканские летописи, тоже вроде рядышком соседи, да? Там нет не только упоминания, что Киава был стольным градом всей Руси. Слова Киев нет. Византийско-арамейские летописи, соседи вроде рядышком, да? Они даже не подозревают, что вот тут рядышком 9, 10, 11, 12 век было единое русское государство, был город Киев. Нет такого. Вот эта фальшивая, легендарная Киевская Русь, а ее нету. Вот у ближайших соседей в летописях византийско-арамановских вообще нет. Ни Киева, ни Киевской Руси. То есть, понимаете, ничего нет. Это мы вот разобрали критерии второй по летописям. Теперь давайте посмотрим по зданию. Согласитесь, если была столица, если был бы вроде бы город Киев, то жить где-то надо. Это и князю, и многочисленные дружения, и многочисленные обслуги. То есть, должны быть княжеские палаты, должно быть множество монастырей. Нам историки рассказывают такую сказку для лохов про град Владимира. Мол, древнейшая часть Киева, место сосредоточения княжеских дворцов, боярских усадеб. Но, ой, никаких остатков нет. Начинаем смотреть документы, и оказывается, что киевские князья, как я уже говорил, князья-то были киевские, они сидели в крепости Белгород-Киевский, расположенной буквально рядышком, в десятки верст к западу от нынешнего Киева на реке Ирпень. Согласитесь, две больших крепости рядом, ну, как-то не бьются, совершенно. По старому плану Киева 17-го столетия, ну, относительно старого 17-го, рядышком с Десятинной Церковью стоят несколько зданий, и все, нет зданий вот этих, вообще ничего нет, ни княжеских дворцов, ни белярских усадеб и так далее. Теперь давайте посмотрим церкви. Церкви их много, да, там, в путеводителях, если приехать в Киев, знаете, там такая красивая лажа, там, в 1040-м году был построен каменный храм, который сохранился до сих пор. Вот такая циничная ложь. Да, есть объявленный год основания церкви, да, но если копнуть вот каждую церковь, и окажется, что не только доказательств нет, но и что построено это совершенно в другие века, да, вот, чтобы, опять же, не быть голословным, давайте рассмотрим несколько самых знаменитых церквей. Вот знаменитая София Киевская. Везде заложено 1037-й год. А первое свидетельство, 1595-й год, извините, конец 16-го века, да, значит, там пишется, что да, она была и вся такая, знаете, кусочками развалена и так далее, что на крыше растет трава, деревья, да, вот. И в 633-м году киевский митрополит ее, так сказать, перестроил там, очистил, восстановил, так сказать, да, знаменитая Десятимная церковь, да, официально 996-й год, самая старая, да, официально стоит на рву, засыпанном при строительстве. А теперь слушайте внимательно. В 1938-м году научная группа Института Истории Академии наук СССР под руководством Михаила Константиновича Каргера произвела исследование остатков фундаментов этой Десятимной церкви. И в отчете о раскопках черным по белому написано, по археологическим данным, церковь стоит на рву, а засыпка рва была датирована 13-м веком. Понимаете? 13-й, не 10-й. А то, что там глупым туристам покажут фундамент, ну, знаете, это очень смешно, когда говорят, есть трассировка фундамента, то есть такая линия фундамента, да, и по этой воображаемой линии ныне горе, как бы, историки дают заключение, что она осталась, да, вот такая фантазия, да, воображаемая линия, на ней построили церковь. Отлично. Дальше. Значит, есть Софийский собор, в нем сейчас музей, там, будто бы похоронен Ярослав Мудрый в 1054 году, мраморная городница Святого Климента и так далее. А вот при социализме в 1936 году этот церковь вскрыли, где Ярослав Мудрый, и там обнаружили несколько перемешанных остатков. Ну, тут же сказали, перемешали там, плюс к мужскому, женский, детский и так далее. А в 2009 году используя ДНК-технологии, оказалось, что это все женские остатки, причем из двух совершенно разных скелетов и датируются гораздо поздними веками. Ну, и где? Ну, никак, да? Дальше. Успенский собор, который был заложен, будто бы одновременно с Софийским. Что написано? Церковь оставалась в щебне, то есть не было ее, да, и была возведена в 1470 году. А то есть опять, да? И так вот я могу называть по каждой церкви, да? Я на всякий случай даже, значит, кроме вот таких вот знаменитых, еще скажу, например, о других городах, да? Например, в Чернигове стоит Спасо-Преображенский монастырь. Он по паспорту даже старше Софии Киевской. Дата его возведения 1036 год, да? Причем такая вот точность просто умиляет, если летописи нету, да? И что? Он полностью перестроен в 18-м столетии. Седой стороны там в принципе нету, да? А вот. А, например, Черниговский, Троицкий, Килинский монастырь, древний, древний, основан в 1069 году, ничего не сохранилось. Оно построено с нуля в 1679 году. Понимаете? Вот так вот каждая, еще раз говорю, каждая церковь, которая есть. Да? То есть не можем, вот по этому критерию, не было церквей ни в 9 веке, ни в 10. Вранье все это. А то, что спустя там 300-400 лет возвели и сказали перестроением, ну извините, да? Врать тоже надо уметь. Следующий критерий. Монеты и клады в городе Киеве. Согласитесь, живет много людей. Люди что делают? Прячут монеты, золотишко и так далее. Вот. Соответственно, если там была столица, то там должен был находиться княжеский монетный двор. Иначе, ну не бывает просто, да? Вы будете смеяться, но там не только древние русских монет. Там монет не найдено вообще. Наши доблестные историки период, например, 12 века в истории Руси вообще объявили безмонетным. Мол, не было тогда денег в ходу, и поэтому искать их бессмысленно. Вот так вот цинично и просто, да? Вот. Там есть такой нюанс, очень интересный. Для несведущих историки начинают кричать про киевский тип монет, так называемые «златники Владимира». Их всего 10 на самом деле, да? Значит, так вот, я, типа, «златники», «златники», да, там, смотрите. Значит, так вот, из этих 10 златников первые 4 нашли в 1804 году в Пинске. Это нынешняя современная Белоруссия, это район Брестской области, да? А еще несколько нашли в Кинбурне. Это в Устье, в Устье Днепра, далеко-далеко, да? То есть, Киев вот вообще никак, как бы, да? В принципе. Значит, возвращаясь к найденным кладам, а кладов-то и нет. То есть, нам каждый раз начинают рассказывать кладку. Знаете, клады были, но в царское время их нашли и тут же разворовали, и ничего не осталось. Да, есть всего один клад 1955 года, в котором женские золотые сережки, браслетики, вот такое вот, да? Значит, и никаких доказательств, что это ювелирка именно 13 века, ну, нету. Понимаете, просто нету, да? Вот. Значит, еще один момент по деньгам. Есть такое понятие гривна, да? Это 200-граммовые серебряные слитки. 200 граммов, вдумайтесь, да? Убить можно. Значит, да, действительно, они были. Да, такие 200-граммовые, такие купюры крупного номинала для оптовых закупок и так далее. Только где нашли все эти так называемые киевские гривны? Например, самый большой, больше сотни гривен, нашли в 1906 году в Твери. В Твери. А при чем тут Киев, собственно говоря, вообще, да? И почему ее назвали киевская? Вот с чего? Просто, понимаете, ну, вот такой циничный вот идет обман. Ну, как так можно? Дальше. Берем следующий критерий. Жители Киева. Как известно, значит, люди живут в экономических центрах, в столицах, на транспортных артериях. И что бы ни случилось с городом, нашествие, сгорело что-то, да? Ушли, вернулись. Пусть рядышком там, в километре, но всегда возвращаются после катаклизмов. Сегодня наша мифа-история говорит о том, что было бегство населения из юго-западной Руси или в Галицкие земли, или на северо-восток в Пау-Урзию. Вы знаете, вот совершенно с точки зрения логики не могу понять, зачем бежать туда, где по этой лже-истории злые монголо-татары лютовали больше всего, да? То есть ты бежишь навстречу гибели. Отлично. Ну, давайте мы сейчас посмотрим цифру. Даже во время бурного освоения степей, это во времена Екатерины II, число жителей Киева составляли смешные 20 тысяч. Грубо говоря, райцентр. Вот в омытой кровью Астрахани, и сколько раз ее завоевывали, там люди гибли, да? Там считается, что она там была пустой. На тот момент, вот в этот же год, было жило 74 тысячи. Вы вдумайтесь, да? Вот. А было такое знамятое исследование Водарского, исследование по истории русского города. Так даже еще в 17 веке Киева в списке городов средней численности населения нет. То есть он уже был как город, ну, маленький, вширенький, ни о чем. В конце 19 века, вот совсем недавно вроде бы, да? Все население Киева в 1894 году составляло жалкие 188 тысяч. Всего. Рядышком, относительно, совсем молодая Одесса имела уже 193. То есть, понимаете, если не было рабочих рук, значит, Киев лежал в стороне и от транспортных артерий, и от центров экономики. Даже в конце 19 века, когда бурно осваивалась Новороссия, вот этот южный промышленный район. Даже столицей Советской Украины до 1934 года был Харьков. То есть до 20 века Киев малолюден. Да при социализме его развили. Ну, не жили там люди. Дальше. Давайте посмотрим теперь критерии по смежным фактам. Их несколько. Давайте посмотрим первый о христианизации. Ну, понятно, что вот эта официальная версия крещения в 1988 год, она лживая. Нельзя огромную страну в одночасье крестить. Понятно, что это был долгий процесс. Это мы сейчас рассматривать не будем. Было крещение. В русской митрополии должен был быть единый митрополит. И сидел он где? В столице. А вот нет. Такая незадача для горе-историков. Митрополиты назывались киевскими. Потому что земля киевская. А вот были они почему-то в Переславле. Но официальные историки сказали, что сначала ждали строительства одного собора, потом другого. А потом, мол, центральная Руссия развалилась. Вот так вот выкрутились. Причем факт о том, что русский митрополит сделал в Переславле во множестве документов написан. Просто. Даже вплоть до того, что когда он подписывался, например, есть такое знаменитое послание митрополита Леонтия о преснаках. И он пишет, что Леонтий митрополит Переславля. Вот он киевский митрополит. Дальше. Следующий подкритерий после христианизации. Это фольклор. Вот те самые былины, о которых мы уже вкратце немного касались. Так вот, если посмотреть на 19 век, сколько было былин. Так вот, собрано в Московской губернии 3, в Нижегородской 6, в Саратовской 10, в Симбирской 22, в Сибири 29, в Архангельской 34, в Оланецкой больше 300, в Киевской 0. Ничего не говорит, да? В Киеве 0 былин. Более того, известный собиратель былин, значит, Галахов был такой, Алексей Дмитриевич. Это 19 век, такой историк литературы и фольклора. Он написал книгу «История русской словесности». Он пишет «Лишь отдельные былинные сюжеты с именем Ильи Муромца известны народу за пределами губернии Оланецкой, Архангельской и Сибири». То же самое писал Всеволод Миллер, основыволожник исторической школы. Это не тот Миллер, не немец. То есть, понимаете, когда мы имеем 0 против 300, а нам официально говорят о киевском Илье Муромсе, это что называется? Это называется корректировка устного народного творчества в соответствии с приказом власти имущих. Я напомню, что только в советское время два генеральных секретаря ЦК КПСС были родом с Украины. Это и Хрущев, и Брижнев. И говоря уж там о той чехарде, которая была перед Горбачевым, там тоже были. И они всячески поддерживали именно Украину. Есть отдельные свидетельства о том, что когда находили что-то при раскопке в Новгороде, и это не вписывалось в Киев, в центр земли русской, приказывали зарывать обратно. И такое было. Дальше посмотрим еще один подкритерий по смежным фактам. Нам все время говорят, Киев был крупным научным центром и так далее. Так вот, только в 1632 году, всего лишь за 20 лет до присоединения к России, в городе была основана Киевская коллегия. Это будущее Киево-Могилевская академия. А до этого вообще ничего не было. Университет там появился в 1834 году. Хуже, чем в Харькове, хуже, чем в Казани. И то этот университет образован путем перевода в город Каменецкого лицея. Вот так вот, дорогие товарищи. Дальше. Теперь посмотрим по логике и непонходимости следующий критерий. Вокруг каждой столицы, русской столицы, по крайней мере, всегда возникали города-спутники, крепости, которые расстались до городов. Они защищали подступы к столице со стороны важнейших дорог, речных путей. Смотрите. Есть столица Москва. Что вокруг Москвы? Знаменитое Золотое кольцо. Оно не просто так создано, не просто так называется. Это целое созвездие городов и хорошо укрепленных монастырей. Берем столицу Петербурга. Вокруг цепь мощных фортов. А что нам официоз говорит про Киев? Так, а нет ничего. Да, то есть нет, там фраза-то идет. Поступы к Киеву защищала систему укрепленных городов. А каких, извините? Там ничего нет. Ну, Канев есть. И все. С огромным трудом, значит, во время споров там насчитывают четыре. Ну, жалкие четыре никак не кольцо. Но если мы начнем проверять, то окажется, что и четырех-то нет. Вообще, да? Значит, в принципе. Вот. Значит, например, называют город Выжгород. Там действительно есть древние валы, он может быть старым и так далее. Только это XIII век. Вот вообще-то, да? Вот город Василев. Василев, если быть более таким правильным, да? Вот тоже, мол, был-то и так далее. Помилуйте, там до XI века только стоял терем для охоты. Его еще князь Владимир Святой построил. Да? А город Канев, который вот все называют, он как поселение, вот такое маленькое поселение, появился в 1078 году. А городом стал в 1796. Востом, да? А вот. Значит, ну нет городов. Вот. Иногда еще называют там Торческ, но нет. Да? Данных-то нет вообще по нему. Вот. Значит, еще, значит, иногда говорят, что ладно, городов не было. Когда, знаете, к стенке вот так припереть, говорят, ну, действительно нет городов. Зато там были змеевые оборонительные валы. Если вы посмотрите на вот эти змеевые валы, да, вы обнаружите их в огромном количестве. От Византии и до Дона. Есть карта этих змеевых валов. Ну, совершенно не катит на оборонительное соображение. Ну, вот никак. Не получается. Ну, и в конце вот всей вот этой моей многочисленной и долгого тирада рассказа давайте я приведу одну фразу знаменитого Адама Бременского. Это севергерманский хронист. Он умер ориентировочно в 1881 году. Значит, на воображаемый вопрос, как называлось государство, столица которого был Киев, у него есть ответ. Еще же говорю, 11 век, Адам Бременский. Он пишет, Киев, соперник царствующего Константинополя, славнейшее украшение Греции. Вот так вот. Не было, не было города Киева при ЦИПе, да. А что же было? Да, значит, если, собственно говоря, не было. Еще раз подчеркну, никто не спорит, что люди обитали на Днепровских горах много-много лет тому назад. Там длинные черепки находят, да, там, всевозможные. Значит, если внимательно как бы посмотреть, то есть очень четкое обоснование, и когда появился Киев, и что там было. Значит, Днепр и Киев над Днепром, как его продолжение, да, возник от Самватаса. Это небольшая хазарская крепость X века. Такое сравнительно военное, как бы, да. Это заседательственного византийским императором Константином Багрянародным. У него есть такой трактат о управлении империей. Да, и там есть вот надпись, есть крепость Киуала, называемая Самватас. Это хазары. Хазарское происхождение называется Верхняя крепость. Верхняя, Высокая, да. Вот этот вот Самватас, он делится как сам Верхневысокий Аббат, сильный таз с тюркского камня. Сам Топоним Киев, это в честь визиря хазарского каганата, значит, начальника гвардии хазарской армии Ахмад Имкуя, Ал-Арласи. Да, есть такой. То есть там была маленькая сторожевая крепость и ничего больше. Значит, когда знаменитый наш археолог Михаил Константинович Каргер, он жил в 20 веке, доктор исторических наук, он раскапывал поселение на Замковой горе, да, он говорил только о селище. Там даже укреплений не было, да, то есть небольшое село было, да. Вот, потом в результате бородичных фальсификаций, значит, оно, вот это селище, то есть, грубо говоря, обыкновенно небольшое село вдруг превратилось в городище, да. То есть, еще раз говорю, Киев мог быть небольшим древним селом, но не был городом в 9 веке. Еще в конце 18-го столетия на месте современного Киева находилось три небольших разразненных поселений. Киево-Печорская крепость, в двух верстах от нее находился Верхний Киев, а в трех верстах лежал Подол. Все. Не было большого города. Значит, а, собственно, вот это большое поселение, оно появилось, держитесь за стул крепче, от хана Батая. Вот так вот. Дело в том, что, значит, когда Батый шел вместе с русскими полками в свой западный поход, вот русские полки, кстати, они документально засвидетельствованы, да, что там было, да, и не только по тем документам, которые есть на сегодняшний момент в России, но и по документам венгров, по документам немецких орденов, так что это даже скрывает, как-то сейчас уже там стыдно становится, да, но, тем не менее, скрывает. Так вот, для похода Батая на запад ему нужна была военная база осенью 1240 года. Это вполне рационально и очень вероятно. Воины с венгерским государством, воины с немцами, поляками не могли осуществляться без мощной тыловой базы. Самая полноводная река в этом регионе Днепр. Киев – идеальное место для тыловой базы войск. И для армии стратегическое значение иметь переправу через реку. И крепость ее защищающая, и сама база. То есть в этом смысле место для тыловой базы, для города выбрано идеально. И подтверждением основания Киева, как именно базы войск с отдыхом для воинов, служит текст Якова Ренгельфиса. Есть такой у него документ, сказание светлейшему герцогу Тосканскому 1680 года. Он говорит о женщинах Киева, о молодых женщинах Киева. Цитирую дословно. «Жители его некогда были до того привержены у техну любви, что девочки даже на восьмом году жизни уже бесстыдно занимались прелюбовиянием». Понятно, что если стоит большое войско, приходится. Именно вот так. Но опережая вопрос, если вообще не было города Киева, где же была столица киевских земель, я считаю, что столицей был тот самый город Белгород-Киевский, где князья, собственно, сидели. Это достаточно крупный центр того времени. От него на сегодняшний момент остались развалины. Ничего как бы больше. Вот так как бы вкратце по Киеву и по этой истории. Алексей? Да уж, да уж. Развернул, развернул. Я думаю, что у многих представление вообще об этом мире поменялось. А не только Киеве. Да, даже не знаю, как и быть. Нашим радиослушателям некоторым, наверное, за валидолом неоднократно пришлось сбегать. Тут, конечно, извините там, да, это... Тут написали. Ну, даже альтернативщик такое себе позволить не мог. Но вообще я все перевернул. Да. Ну, давай сделаем так. Сейчас мы переходим ко второй части, где уже будем с тобой рассматривать, что же тут у нас происходит с мозгами радиослушателей и зрителей в каком они состоянии после твоего доклада. И вот эти вот реплики и вопросы, которые от них поступили в ходе твоего доклада, будем озвучивать. Если ты не против, я тогда запускаю отбивочку и ко второй части вот так вот перейдем. Хорошо. Народное славянское радио Для пытливых умов Продолжение слушайте в следующей части. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова